Будет с моей стороны некрасиво, если я сейчас скажу, что... Если я назову этого человека. Придет время, когда я его назову. Это касательно моей карьеры, скажем так. Моего становления. Придет время, я его назову. На самом деле, в моей жизни было очень много людей, встречи с которыми что-то меняло. Что-то меняло в положительную сторону, что-то приводило к трагедии, допустим. На самом деле, были такие моменты. Моя жена Юлия, она очень серьезно повлияла на ход событий. Когда говорят, что мужчину делает женщина, в этом есть очень большая истина, которая надо относиться с уважением. Не под каблук попасть в женщину, нет, это несколько другое. Я был. Поэтому как бы могу... Хотя не будучи подкаблучником, абсолютно. Как-то вот удалось человеку подчинить. И в этом ничего хорошего нет. Я этот период вспоминаю. Ну, там моя вина была, правда, вспоминаю с горечью. А вот моя жена, она сделала очень много для того, чтобы я стал таким, каким сейчас здесь. Дай бог, чтобы продолжалось. То есть, я человек суеверный, и, как говорится, надеюсь, что все будет так же хорошо. А человек, да, появился человек. Вот все произошло случайно. Абсолютно. Просто мы иногда предлагаем усилия. Вот мы идем, идем. У меня, допустим, вышла книга. Ни в коем случае не реклама. Там это было три года назад. Я вот накручивал, накручивал, там в эти издания, накручивал это количество писем. И мне говорят, да, прекрасно, там рассказы, все. Поменял все случай. Абсолютно случайно. Позвонили вот так и через человека, там как-то заметили, да. А когда вот я нарабатывал, то вообще ничего не получалось. То есть, я в случае очень серьезно верю, да. И я в этом плане фаталист, что вот что-то случается не просто так. Мне вообще как-то кажется, что я не люблю это слово. Говорит, программа написана. Нет, программа не написана, но многое в нашей жизни предопределено. Это сто процентов, я в этом уверен. Потому что я сталкивался, я хоть и не могу сказать, что я человек с огромным жизненным опытом, но, скажем так, с большим багажом имеется, который имеет, который дает мне право так говорить, скажем так. Поэтому. Хорошо. А именно в журналистику, в писательство что вас повернуло? То есть, это какой-то жизненный опыт, который по... Ну, это стало продолжением, да? Я в журналистике на самом деле недолго. Я в журналистике недолго. Я после армии занимался бизнесом, вот. И у меня была даже своя страховая компания по финансовым рискам, первая в Прибалтике. То есть, а получилось как? Потом был крах. И бизнес мне, откровенно говоря, надоел. Потому что бизнес 90-х и бизнес нулевых, вот сейчас нулевых, не начало нулевых, это две разные вещи. То есть, приходилось побывать в самых разных ситуациях. Вот, и в Москве я открывал филиал банка одного, как бы тоже какое-то время руководил. А потом я вспомнил, что... Ну, мне многие говорили, ты хорошо пишешь. То есть, ты хорошо пишешь. Я действительно в школе сочинения писал лучше всех, да. И никогда не забуду, как писал выпускное сочинение. А там были темы по произведениям классиков. А я так получал, что я читал не по школьной программе. Либо читал что-то раньше, либо что-то откладывал. И свободная тема памятники ветеранам, то есть, памятники Великой Отечественной войны на территории Латвии. В общем, два памятника я написал честно, а три я придумал. Когда меня учитель, то есть, директор нашу школу подозвал, он говорит, великолепно написано. Миша, а скажи, где находится вот этот памятник, вот где произошло вот это? Я говорю, там-то, там-то, там-то. То есть, я объяснил, как идти по лесу километров 15, там по болоту. То я не знаю, чем закончился этот поход, но детишек вроде бы хотели туда свозить, на самом деле. Но у меня рассказ есть на эту тему. То есть, наверное, детишки проклинали. Говорят, какой же сволочь этот Михаил Шахназаров, по сочинению которого мы изобрели вот на это болото. И я решил, было как. Был чемпионат мира по хоккею. Тогда в сборной Латвии еще играли мои друзья. И вот я написал статью, такой крик души. Очень такое болезненное поражение было. Так как-то распереживался. И отослал ее в одну из местных газет. И буквально на следующий день звонок. Говорят, это ты Гитлер писал, главный редактор звонил. Просто подпись Майкл Шахназа. Мы подумали, что... Я говорю, да. Так ты не хочешь, вот. И я как-то писал для души. Таким мне шкором, не штатным корреспондентом был. А потом мне предложили... Когда действительно я от бизнеса устал, уже было невозможно. То есть, психологический срыв начался. Мне предложили стать заместителем главного редактора по спорту в крупнейшей газете стран Балтии. Это Вести сегодня. И вот как-то вот так вот пошли предложения. То у меня работало на радио, на телевидении есть опыт работы. Ну, как-то так. Может, как-то поздно все пришло. Но опять же, как мне сказали, ты понимаешь, поздно в этой жизни ничего не бывает. То-то себя и до 70 лет найти мне. Может, может быть и так. На самом деле, не знаю. Так вот.